Так, межорда мастер, кстати. Ну, тут мы берсеркать не будем. Счет с чуваком, кстати, 2,5 на 2,5. Поехали. Так, соцеляночка, ну что ж. Ну что ж. Let's go. Молодежь, один. Погнали проверим. Как у него делишки. Так, ну он задумался. Это уже хорошо. Так же 4. Да, есть такая. Есть такая линия. Так, сюда, сюда. Да, и вот тут такая забавная. То есть есть 3 0 направления, а есть такой с идеей конь d2. Хотя, честно говоря, теорию я уже вообще почти не помню. Но помню, что там определенные проблемочки можно поставить перед черными. Определенные проблемки поставить, попытаться можно. Например, можно вот тут пойти конь c4 с идеей конь b6. Может слон c4 пойти с идеей поменяться. Можно все-таки 3 0 сделать. Ну давай 3 0 проверочные. То есть тут за счет поля b6 и какие-то чуть более гибких фигур у белых есть некое давление. Ну посмотрим, даст ли из этого что-то получить более серьезное. Так, сюда. Мне вообще конь c4 нравится. Идея скорее. Ну правда уверенности нету, конечно. Слом b6 можно проверить. А, давай слон b6 пока. Спросим документы. А там разберемся. Так, сюда. Так, ну вроде каких-то прям опасных отскоков у коня не будет. Поэтому, видимо, можно так вполне сыграть. Правда, конь d4 сразу какой-то ход я не видел. Сейчас у меня смущает. Хотя там может быть даже слон d4 может просто забрать и пешку выиграть. Или мы там не выигрываем пешку. Так, ну слон f3 это ладно. Слон f3 это ладно. Как-то лад d7 еще залетаем. Или не ладно. Так. Опасно это все или не опасно? Кроль b1 можно пойти. Там как-то слон e4, король a1. Вообще, конечно, хочется такие фигуры все сохранить. Но можно просто слон e3 сыграть как-то попроще. Но тогда поле d8. Ладно, давай король b1. Наверное, это рискованно немножко, но... Слон e4, король a1. Вроде ничего смертельного не вижу. То есть, ну тут фигуры прям доминируют. Недурно. Так, приколист. Народ, напишите. Давайте, кстати, вам такой опрос небольшой. Следите ли вы сейчас проходит очередной турнир Магнуса в интернете? Следите вы за ним. За результатами, за партиями. Знаете ли, что там вообще происходит? Или не очень? Так, ну тут какой-нибудь d6, по-моему, белых выигран уже просто. Слон c4. Включается. На b7 я бить не буду пока. Да, ну и как-то все зависло. Ну, не понятно, как на f7 особо защищать. Какой-нибудь d8 только. Ну, там как-нибудь не могу даже забрать на d8. В общем, я думаю, тут все заканчивается плюс-минус. Так, он делает вид, что ему пофиг. Может, ладья е1 пойти? Можно считать на f7. Кунев 7, слон же 1. Ладно, давай ладья е1. Не буду считать. Так, сюда. Кунев 7. Так, слон d3 есть ход, кстати. Давай слон d3 проверим. Так, у нас 6, у нас 7. Это все пока не годится нам. Не годится. Так, ладно, обратно. Не хочешь проигрывать? Представляете? Не хочет проигрывать. А придется, чувак. Придется. Так, ладно, давай g5 пойду. Чтоб пешку мою не съели. Ну и заодно какое-то дополнительное давление. Все-таки на черных. Всегда пригодится. Может, теперь гет-суон d3 на кроль g8, g6 поставлю. Чтобы он тут никогда не выбрался. Дальше, может, разменяем белопольников. И как-нибудь приниаж будем заходить. Пока слоняя тут неплохо так все контролируют. Белопольников я бы смахнул, наверное, да. Так же, шесть. Да, теперь ему непонятно особо, как выковыривать этого коня вообще. Солнце-4 гид? Ну, Солнце-4 уже на б7 побью. Это, наверное, не то, чего я должен бояться. Кстати, и Солнце-4 у меня еще идея. И теперь уже у него не будет отхода из-под скрытых шахов. Ну да, давай Солнце-4 пошел. Теперь всегда вскрытые шахи со всех сторон грозят. И он никак из-под них уйти не может. Что самое неприятное. Вероятно. Я, правда, не вижу пока, как мне вот прям как-то жестко это использовать. Да, вот он защитился, типа. Типа защитился. Ладно, давай шах. Забрал сюда и просто хочу мат поставить. Банально. Грозит ладья H4 мат. И... А, ну, может он ладья F4 или слон F4 пойти? Надолго ли это защитит? Наверное, нет. А вот тут ладья D5 сыграю теперь. Грозит ладья H5 мат. А на король G8 ладья D8 мат. Ох, хорошо. Да, победочка. Победочка, дамы и господа. Ну, кстати, красивая партия против межурного мастера. Такой веселый Найдорф. Ну, точнее, ну, Эншпиль получился, да. Но интересный Эншпиль. Переиграл эсперинк неплохо, мне кажется. Да. Ну и такая красивая концовочка. Победочка! Да, ну вот опять же. Ладья на король G8. Ладья D8. Такой симпатичный мат. Тоже двойной шах. Ну и да, спасение тут, я думаю, от мат в один ход нету, видимо. А нет, от мат в один есть, но глобально это не сильно помогает, конечно. Да, красивая партия. Красивая партия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова